В Житомире попрощались с Артёмом Абрамовичем. Танкиста, героически погибшего в 2014 году на Донбассе, перезахоронили. Почему спустя два года семье Артёма пришлось снова переживать похороны, расскажет Юлия Жешко. Церемония началась рано утром. Гроб со станками погибшего бойца сопровождали около ста человек. Почтить его память приехали сослуживцы, друзья и родственники. А Светлане Абрамович маме Артёма вручили найденный паспорт погибшего сына. Своего единственного сына она хоронит второй раз за два года. Проведя собственное расследование и настояв на повторной экспертизе, Светлана Абрамович выяснила, что её ребёнок в могиле не один. Его похоронили вместе с сослуживцем Ярославом Антонюком. Он, как и Артём, долгое время считался без вести пропавшим. Я бы до цих пор не знала, где мой человек. До цих пор не знала бы. Жила бы, надеюсь, вся своя житая. Столько благодаря ей. 24-летний лейтенант, командир танкового взвода 30-й отдельной механизированной бригады, житомирянин Артём Абрамович, погиб три года назад, протаранив один из российских танков Т-72. Сгоревшие дотла тело нашли через несколько месяцев. Мы привезли, оказывается, при останках были документы. Просто из рук вон плохо, на мой взгляд, отрабатывали тот материал, который мы привозили. Первая экспертиза показала, останки принадлежат Артёму Абрамовичу. Однако после повторного исследования и эксгумации оказалось, что это не так. Теперь Светлана Абрамович хочет наказать виновных. И теперь будут наказаны. Я посвящу этому свою жизнь для того, чтобы... Мне терять нечего. Для того, чтобы другие мамы обрели, пускай, в таком качестве, но детей домой. Семьи погибшего Артёма Абрамовича и ещё двоих членов экипажа собираются обратиться в суд. По их мнению, горе, судмедэксперты должны сидеть за решёткой. Юлия Жешко, Василий Миновщиков. Подробности, телеканал Интер, Житомир.